Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вы знаете, даже две основные такие большие идеи у меня есть относительно вашего текста. Две основные большие, скажем так, мысли и два впечатления, которые у меня по ходу вашего текста появились. Первое, это то, что вы изначально боялись, что вас сбросит, что вы останетесь одна. Отсюда ревность и отсюда, соответственно, влияние на супруга. Вот. То есть, как бы, как сказал мой коллега, в данном случае вы как-то вот свой вклад не учитываете. Вроде говорите, что вы ревнивы, а в то же время, как бы, все, муж вас виноват и так далее. Вот. Это первое, да, то есть, как-то вот по жизни вы несете такой вот момент, что я ему буду готовить, да, я буду все для него делать, лишь бы он от меня не ушел. Вот. То есть, это как бы, вы своей любовью, получается, платите за то, чтобы человек с вами был, с вами оставался. Но вот. Не потому что, да, вам хочется это делать для человека, а именно, чтобы он не ушел. Ну, вы, конечно, не согласитесь, скорее всего, скажете, что, да нет, я его люблю, он сделал мою жизнь лучше и так далее. Вот. А если внимательно ваше сообщение почитать, то там, в общем-то, только есть о том, что вот он мою жизнь сделал лучше, я для него, там, много чего делала. Вот. И тот, что он заботливый и ответственный, как бы. То есть, то, что вы своего мужа оправдываете, говорите, он вот только, только алкоголь, у него только вот это, вот. Это идеализация, потому что не принимаете человека, не принимаете, что у него есть определенные слабости. Ну, вот, в данном случае слабость, может быть, алкоголь, но гипотетически, если мы алкоголь как бы убираем, то появляется как другая. Так сказать, не очень хорошая для вас страна, например, то, что человек живет дальше, а как ему жить, да? То есть, вы сейчас хотите, чтобы, получается, у вас вымаливали прощение, да? Чтобы у вас, вот, чтобы перед вами ходили виноватым и так далее. Да, то, что произошло, это проблема, да, то, что произошло, это в определенной степени кризис, вот. Но произошла, соответственно, измена, измена, да, в алкогольном опьянении у вашего мужа. Да, у вашего мужа есть проблема с алкоголем, но это как бы все следствие, а основа это ваши отношения. Именно в ваших отношениях стала возможна такая история, что мужчина взял и это сделал, неважно, понимал ли он это или нет. Понимаете, он пил, он пил, и в то, что он пил, вы вносили свой вклад, то есть, вы сейчас страдаете от того, что находитесь в абсолютной беспомощности, по большому счету, абсолютно, абсолютная беспомощность, это тогда, когда вся власть за мою жизнь находится в другом человеке, вот. В вашем случае очевидно, что вся жизнь находится в семье, не у вас, а в семье, понимаете, ну, и вы, вот, по моим ощущениям, да, вкладывали в семью столько, лишь бы только, вот, чтобы вы не остались одна, вот, чтобы вы не остались одна. Это первое впечатление, это в первые моменты, в вторые моменты, которым я уже косвенно сказал, это, собственно, фигура семьи. Такое ощущение, да, что фигура семьи для вас прям какое-то давляющее, доминирующее, имеет значение. Знаете, то есть, типа, важнее, важнее семьи ничего нет, вот, может быть, это и так для вас, но, как бы, человек, который пьет, человек, который, как вы говорите, общается с другими девочками, общается с мужчинами другими, которые пьет, да, и вы сами говорите, что, как бы они ничего хорошего не приносят, и человек разбивает, разбивает с пути, что, кстати, больше про вашу тревожность, про ваш страх. Ну, вот, как бы, ну, совершенно очевидно, что человек неподходящий, да, это, то есть, человек не особо, как бы, разделяет ваши ценности, вот. Ну, то есть, да, он может быть ответственным, может быть внимательным, и всё вот это, но, извините, тот факт, что человек употребляет алкоголь, говорит о том, что ему его тот не устраивает, вот. Схематично это можно изобразить так, что вы такой вот тотальный, такой глобальный родитель, да, вот, по отношению к своему мужу, всё вы знаете как нужно, вот всё это очень домашнее, домашнее, очень, вот, правильное, не пьющее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А муж, он как бы ребёнок, вот, и, соответственно, как правило, в таких, в таких ситуациях обостряется история с алкоголем связанным. Вот, поэтому это, в первую очередь, модель взаимоотношений в семье, это, в первую очередь, несколько неадекватного восприятия друг друга, это, в первую очередь, как бы навешивание, ну, можно сказать, да, вот, навешивание на человека, вот, как бы ваших собственных желаний в какой-то степени, вот. То есть вы видите в нём опору, как вы сами говорите, вот опора, там, вот это всё, мне нужно, вот то, что, ну, то, что вам нужно было, вот вам нужна опора, да, вы говорите, мне нужна опора. Вот, вы не задаётесь вопросом, например, относительно того, почему вам вообще опора нужна, как бы, ну, вот, ну, в том смысле, что опора нужна людям, которые, как правило, взваливают на себя больше, чем они способны вынести. Вот. Знаете, опора нужна тем людям, которые пытаются кого-то там, кого-то играть, пытаются носить маски, вот. Вот. Очевидно, что в вашем случае вы, вам это будет, скорее всего, слышать неприятно, но, тем не менее, я вот вам, ну, должен, наверное, это сказать, да, вот. Потому что, потому что, как мне, как мне кажется, вот, важно, что ваша маска, вот, то, собственно, собственно, вот, всё вам нужна поддержка, это вот в том, чтобы, значит, поддерживать образ вот такого, ну, такого, ну, такого родителя, вот, правильного, и, такого, который, вот, ну, грубо говоря, да, на себе, вот, как бы, семью, условно говоря, тянет, да, и так далее. Вот. Вот. Это правда тяжело, что вы, по большому счёту, как я вот понял, вы для себя не живёте, да, вот. То есть, нет никакой информации, там, что вы живёте для себя. Вот. Я разговариваю про вашего мужа, про мы, да, и про детей, и всё. Естественно, что для вас, для вас, получается, всё рухнуло, как бы, как бы, как бы, когда это произошло, потому что, ну, а как, 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 как по-другому. Вот. Знаете. Как, вот, по-другому. Если человек для вас, вот, по большому счёту, центром вселенной стал. Вот. Знаете. То есть, как бы, моя идея заключается в том, что, вот, вы очень сильно слились и с мужем, и с идеей семьи, вот, слились в страхе, в страхе, что вас бросит. Ну, вот. Такая история. И, соответственно, семья, это не, ну, в реальном случае, стало для вас спасением, но в семье находятся другие люди, понимаете. Ну, вот. И, ну, и вот, как раз, в эту ловочку-то для суда попало. Ну, вот. И теперь вы, теперь вам больно от чего? Что ваш мир рухнул. Вам больно от того, что ваш мир рухнул. Что, условно говоря, условно говоря, теперь вы понимаете, что, ну, вот, это случилось один раз, это вот теперь может случиться ещё раз. Вот. И, к этому можно относиться по-разному, но я не для того, грубо говоря, здесь, грубо говоря, чтобы вас успокаивать и говорить, что нет, больше вам не в мир-то дали. Ну, вот, там, сейчас он действует из чувства вины. Чувство вины – это реакционная модель поведения, то есть пока чувство вины, как бы, ну, актуально будет себя вести как-то, чувство вины закончится, всё, соответственно, начнутся основы какие-то, какие-то действия. Ну, вот. А, ну, как бы, с его стороны дают не обязательно алкоголь, не обязательно алкоголь. То есть проблема, которая решается, вот, как бы, ну, через алкоголь, через алкоголь, вот. Проблема именно, которая решается посредством алкоголя, она остаётся, вот. Ваше, вот, ну, грубо говоря, ваше основание для ревности, те основания, которые у вас были, например, тоже остаётся, вот. Ну и всё, вот. Есть в психологии такое понятие, как самозревающее пророчество, вот. И в данном случае можно говорить о том, как раз вот, что это пророчество, о самозревающее, оно при слове действия, вот. Почему? Ну, вы боялись, что вам, что вам, ну, изменят, да? Вы боялись, что, вот, ну, что мужчина изменит вам, вот он вам, собственно, и изменил, вот. Бессознательно вы своей родительской позиции, как бы, ну, не подтолкнули его к этому, а просто показали, что, ну, что ему чего-то не хватает. Дело не в мяч, дело не в мяч, но это, дело в отсутствии границ. Ну, вот, в отсутствии границ между людьми, в отсутствии, как бы, обособленности, ну, в отсутствии обособленности между людьми. знаете, такая штука, вот, это вот как раз то, что довольно сильно всегда вот влияет на людей, на их отношения. Может сейчас показаться, что я вас обвиняю чем-то, но, увы, вот, ни в коем случае я вас ни в чем не обвиняю, поймите меня, пожалуйста, правильно, вот, ни в коем случае ни в чем не обвиняю, просто моя задача вам показать, показать именно как вот на данный момент обстоят дела, чтобы вы как-то вот для себя пытались понять, что вам делать, вот, то есть ваша боль, которую вы сейчас чувствуете, чувствуете вы, что все, земля уехала, земля ушла из-под ног и так далее, ваша боль проистекает именно вследствие того, что вы сделали центром, вот, центром своей вселенной, да, вы сделали центр, центром, центром своей вселенной, семью, ну, вот, себе как бы вот, ну, ничего не оставили, вот, ну, и естественно, что вам больно, вам, в принципе, не могло быть не больно, не больно, но вот, только теперь, теперь, если вы будете продолжать в таком духе, то есть если вы не начнете психотерапию, например, со своим мужем или одна, вот, вы будете использовать вот эту энергию, которая у вас есть сейчас для того, чтобы вызывать у мужа чувство вины, в отчаянной попытке его к себе привязать, у вас какое-то время это будет получаться, у вас, ну, реально, у вас реально какое-то время будет получаться его к себе привязывать, ну, вот, пока он будет, вот, отвечать, ну, отвечать, словно говоря, пока он будет отвечать, вот, ну, вашему посылу, что он виноват, вот, ему это надоест, он взорвется, все повторится на начало, вот, понимаете, вот, поэтому, как бы, вот, ну, я сейчас больше хочу, чтобы вы, может быть, про ребенка подумали на своего, ну, или про своих детей, вот, тут ведь тоже такой вот важный момент, что вы, как будто бы, ну, вот, вот, то, что вы говорите, да, вот, все, то, что вы делали, вы как будто делали для него, понимаете, вот, для, ну, своего, мужчины, вот, вы просто подумайте, что бы вы хотели для себя, вообще, не для мужчины, для себя, чтобы, ну, себя вообще что-то не приносить, понимаете, такая штука, вот, то ведь тяжело так жить-то, когда все для семьи, да, все для, все для других людей, вот, на себя в то время вообще не остается, ну, да, очень тяжело, и вам, вот, как раз, на мой скромный взгляд, вам начнет осваивать новые модели поведения, новые способы взаимодействия с мужем, ну, тут, поймите, поймите правильно, тут дело не в нем, как бы, в позах секса, вот, совсем не в нем, и не в нем мясе, совсем не в нем, не в нем, вот, ваш муж, он может вас любить, скорее всего, он вас любит, вот, то это дело именно в том, как, вот, вы выстраиваете отношения, ну, с ним, понимаете, тут именно в этом момент, основной момент, вот, потому что из родительской позиции, которую сейчас, да, вот, вы вряд ли еще это хорошо добьете. что касается того, что вам сейчас плохо, вот, ну, я имею в виду боли, боли и так далее, то, конечно, с этим нужно работать, вот, это совершенно очевидный момент, да, вот, ну, по крайней мере, я надеюсь, это понятно, что очевидный момент, вот, что нужно работать с этим, вот, нужно снизить у вас, ну, вот, какой-то градус боли, вот, который вы ощущаете, чтобы как-то вот немножко заработала ваша, ну, голова, да, чтобы как-то вот вы, ну, начали думать, вот, для этого, чтобы этот процесс запустить, да, необходимо, как мне кажется, как мне кажется, необходимо сделать следующее, для этого необходимо вам начать вербализовывать вашу боль, которую у вас есть стресс, вот, начните ее вербализовывать, вот, ну, хотя бы, хотя бы, ну, этот, вот, условно говоря, да, условно говоря, не обвинять мужа, да, а вот, там, к примеру, как-то вот, ему про себя рассказывают, вот, рассказите ему, например, историю своей жизни, рассказите мужу, аааа, о том, допустим, допустим, о том, вот, расскажите ему уже о том, например, ааа, что вам важно, вот, рассказите ему уже о том, чего вы боитесь, вот, то есть, ааа, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ сделать. Если не сможете этого сделать, обращайтесь к психологу. Если хотите, то можно вместе. Вместе с людям обращайтесь, с этим можно работать. Я бы даже сказал, что с этим можно работать, с этим нужно работать, потому что дальше это будет вас разрушать. В итоге, что произойдет. Куда сейчас движется сейчас? Какую сторону это все движется? Как вы считаете? То есть, просто подумайте сами, в каком направлении вы двигаетесь. То есть, если чувствуете, что боль вам мешает, если чувствуете, что боли много, если чувствуете, что боли много, и что не получается, не получается какие-то решения принимать и так далее, например, то обращайтесь к психологу за помощью. Мы как раз в данном случае занимаемся тем, что помогаем таким образом людям не наделать дроу. Какая-то такая история, я надеюсь, что вам это было интересно, полезно и надеюсь, что какие-то выводы вы для себя сделаете. Оказалось, вы, конечно, в несанном, в таком приятном положении. Это факт. Ну и будем честны, да, что все поправим, если вы хотите. Знаете, вот поэтому... Сейчас мужчина ничего, как бы, сделать не может. Оно, что есть! Скор добавя? 事м не может. Онасловалась с ориентами. telling здесь. все, что он мог, да, он сказал, что, как бы, ага, что он понимает, что так не хочет, он сказал, что семья для него важна, он закодировался, чтобы этого не повторилось, ну вот, это, конечно, не все, это, конечно, не все. Тут еще психотерапия нужна, как я и сказал, вот, ну, это неплохо, потому что, ну вот, кто-то, да, там, как бы, знаете, сравнить, нам, нам есть с чем сравнивать, вот, кто-то, он, ну, вообще, он делать, делать бы не стал ничего, вот. Я думаю, я не прошу вас ценить то, что сделано сейчас, особенно, если, ну, если не хочется, то есть себя не надо заставлять, не надо, не надо себя заставлять, если не хотите. Ну, просто, вот, спросите, как бы, вот, себя, да, моя-то, вот, я-то вообще, вот, во всей этой ситуации где, я во всей этой ситуации, кто, вот, я в этой ситуации как представлено, да, вот, я не буду говорить о том, что это легкий вопрос, вопрос, это вызов, ну, вот, это вызов, который вам, ну, возможно, лучше проходить, вот, ну, вместе с помощником, с тем, кто вас поддержит, вот, то есть, вот, я, ну, не буду говорить, что это прям, вам будет легко, что-то нелегко, вот, ну, тем не менее, если вам человек дорог, вот, вы говорите, что вы любите его, попробуйте увидеть и прочувствовать, а вот, я говорю, да, что я его люблю, а как это проявляет, то, да вы его любите, я не в том смысле, что, что вы его не любите, вот, я не в этом смысле, в том смысле, что, как это проявляет, что, а, что, как выражается ваша любовь, почему, почему так оказалось, что, а, ну, достаточно, вот, было одного такого поступка, да, который вы отказываетесь как именно ошибку, вот, как бы это тоже, тоже такой интересный аспект, как мне кажется, по крайней мере, вот, то есть, для вас измены, значит, что вы скажете разрушение семьи, ну, вот вы скажете разрушение семьи, а разрушение семьи для вас, что, что значит, знаете, какая вот тут парадигма-то, что, как бы, вот, что интереснее, что, в этой ситуации, что для вас означает разрушение семьи, вот, не в том смысле, вот, опять же, поймите правильно, не в том смысле совсем, что нужно вашу семью все, там, рушить, да, разрушать и так далее, нет, ни в коем случае нет, но это больше, как раз, есть в прокурор, чтобы, чтобы вас, ну, понять, лучше, ну, вот, понимать, какая сторона, вот, на это я, и предлагаю вам обратить свое внимание, пока что. На этом все, пожалуй, я очень надеюсь, что мой ответ вам был полезен, я очень надеюсь, что мой ответ был вам интересен, я надеюсь, что какую-то, ну, новую какую-то пищу для размышлений вам предоставил, вот, хотя бы немного. Понятно, что боль у вас не уйдет еще какое-то время, вот. И если с этим не работать, вот, то боль может и не утихнуть. Ну, по крайней мере, начало положено. И сейчас я, вот, с уверенностью могу сказать, что, если, например, вы захотите, да, вот, если, ну, именно вот, если вы захотите, если у вас, вот, что называется, будет вот такое желание прям, вот, то вы можете, в принципе, все разрешить, вы можете, в принципе, ну, ситуацию разрешить, отношения гармонизировать. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вот я вам хочу пожелать удачи, я вам хочу пожелать терпения, я хочу пожелать вам сил, я хочу пожелать вам найти себя, потому что вы очень сильно производите впечатление человека, который в определенный момент себя потерял. Вот. И я очень надеюсь, что вы обратитесь за помощью и начнете свои, значит, вот, проблемы, да, потихонечку, как-то, вот, последовательно не спеша решать. Вот. Я бы, вот, предложил бы, ну, как я бы предложил, в данном случае сделать, вот, я бы предложил, в начале, обратиться за помощью вам, вот, несколько консультаций, несколько, ну, несколько, вот, бесед провести, а потом и, и мужу вашему тоже. Вот. Всего вам самого доброго. Не отчаивайтесь. Выход и выход есть всегда. Возьмите. Возьмите. Возьмите.